Минувшая неделя не принесла облегчения автомобильному рынку, ведь каждая новость вызывает противоположные комментарии от «всё пропало» до «прорвёмся». И ведь пытаются прорываться. Из России по-прежнему не ушёл ни один иностранный бренд, а все остановленные бизнесы в один голос докладывают, что стремятся преодолеть трудности и восстановить полноценную работу, как только представится возможность. Евросоюз ввёл четвёртый пакет санкций против России. Запрещен экспорт мотоциклов дороже 5000 евро и автомобилей от 50 тысяч евро. По старому курсу это было бы около 4 миллионов рублей, по-новому безмало 6. Само собой, что под запрет попали все модели «Бентли», «Роллс-Ройсов», «Порше», «Феррари» и «Ламборгини». Более массовые бренды «Мерседес-Бенц», «БМВ», «Ауди» недосчитаются половины модельного ряда. Помимо автомобилей в длинный перечень включена одежда, бытовая и офисная техника дороже 750 евро, а также железнодорожная техника, лодки, автобусы вместимостью свыше 10 человек, включая водителя, прицепы и трейлеры. Запрещены грузовики массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощнее 400 сил. Ещё любопытнее упоминание разнообразных запасных частей вроде охранных систем, стеклоочистителей, приводных валов, электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания. По-видимому, суть этих санкций ещё только предстоит оценить. Аналогичное ограничение также ввела Великобритания. Пусть часть лендроверов и ягуаров собирается не в Англии, а в Словакии, но тоже превышает лимит в 50 тысяч евро. Впрочем, европейские компании уже приостановили продажи своих автомобилей из-за логистических проблем и девальвации рубля. Свои санкции ввели и США. Экспортный запрет введён на товары роскоши. И если начинается список запрещенки с довольно забавного запрета на отправку в Россию водки, кожаных чемоданов и мехов, то дальше всё серьёзнее. Ведь 55 из почти 600 позиций скурпулёзно перечисляют практически все легковые автомобили, включая электрические. Но есть ощущение, что европейские ограничения оказались жёстче американских. Ведь здесь совсем не упомянуты грузовики и автокомпоненты, что позволяет предположить, что ввоз, например, машинокомплектов из Спартенберга для сборки кроссоверов BMW на автоторе законодательно возможен. Однако под запрет явно попали автомобили Chevrolet, Cadillac и Jeep. Очевидно, свежий Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder мы тоже теперь увидим нескоро. При этом санкции пока не коснулись стран Евразийского экономического союза. Конкретно нас интересует Армения, Белоруссия и Казахстан, где есть дилеры многих автобрендов. Очевидно, что за ставшими дефицитом Mercedes и Porsche будут организовываться целые шоп-туры. Да и автомобильный ширпотреб наверняка вскоре повезут от соседей. Платить таможенные пошлины за технику, ввозимую из ЕАЭС, не придется. Однако есть другие проблемы, например, до сих пор неработающий механизм электронных ПТС. Кроме того, многие дилерские центры связаны обязательством не продавать автомобили гражданам из других стран. Но предположим, что такие запреты скоро будут ослаблены. И продолжая санкционную тему. Евросоюз запретил европейским компаниям и банкам проводить любые транзакции с российским КАМАЗом. Кроме того, КАМАЗ не сможет заказать услуги рейтингования, что осложнит привлечение заемных средств. Также введены запреты на любые виды технической и финансовой помощи. Не менее важен запрет на участие в капитале. Проще говоря, Daimler теперь просто обязан избавиться от пакета КАМАЗовских акций. Собственно, после того, как Daimler заморозил отношения с КАМАЗом и приостановил деятельность совместного предприятия Daimler-КамАЗ-РУС, в набережных Челнах возникла проблема. Так новое поколение грузовиков КАМАЗ-К5 оказалось без импортных комплектующих. И даже компьютерные программы, управлявшие сварочными роботами, заблокированы. И сварка мерседесовских кабин – это не самая сложная проблема. КАМАЗовцам нужно найти замену дизелям Cummins и коробкам передач ZF, сборка которых в России на соответствующих совместных предприятиях остановлена. По последним данным, чтобы найти адекватную замену заграничным компонентам, уйдет около года. Выпуск первых импортозамещенных машин намечен на январь будущего 2023 года, что довольно скоро, учитывая стоящие перед заводом сложности. При этом совместное предприятие российского грузового автогиганта и китайской компании VHI Power заметно увеличило план выпуска продукции на текущий год. Это значит, что китайские моторы будут чаще ставиться на грузовики КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ, а также активнее отгружаться сторонним покупателям. Что касается строительства двух новых литейных заводов, расположенных в Казахстане, то оно продолжается без пауз. Сейчас туда поставляется и монтируется необходимое оборудование. Для справки, оба завода будут выпускать комплектующие для КАМАЗов поколения КА5. В автопроме есть свои традиции. Скажем, АвтоВАЗ каждое лето с конца июля по середину августа полностью останавливал конвейеры ради трехнедельного коллективного отпуска. За это время вспомогательные службы обслуживали и ремонтировали станки и линии, а если надо, то готовили производство под запуск новых моделей и модификаций. В этом году традицию придется нарушить. Общекорпоративный отдых случится весной, с 4 по 24 апреля. Предполагается, что несколько недель простоя позволят накопить запас деталей для более стабильной работы обоих заводов. Работать продолжит только научно-технический центр компании, который разрабатывает новые модели, а также инфраструктурные, логистические и некоторые дочерние предприятия. И еще одна новость от российской марки номер один. Дилеры Лады снова переписали прайс-листы, хотя предыдущая смена ценников случилась 1 марта. В итоге после двух подорожаний универсал Ларгус вырос в цене на 400 тысяч, семейство Веста на 260, а народная гранта на 130 тысяч рублей. Общее повышение составило около 30%. Причем не устояли даже глубоко локализованные Нивы Legend и Travel. Что касается основных конкурентов, то они также подорожали. По выкладкам агентства Автостад модельный ряд Хёнде стал дороже от 14 до 30%. Автомобили Киа прибавили от 10 до 20%. Машины японских марок подорожали на 10-35%. Еще круче взяли европейские марки. Плюс 35-42% у Рено, плюс 35-50% у Пежо и Опеля. Интересно, что премиальные бренды переписывают прайс-листы медленнее. Скажем, компания BMW подняла цены всего лишь на 8-24%, а Lexus на 12-24%. Не вдаваясь в аналитику по каждой марке и модели, выведем усредненную оценку. За первую половину марта цены на российском рынке подросли примерно на треть. Интересно, что многие бренды вообще убрали прайс-листы со своих сайтов. Самое время вспомнить фразу из 90-х. Цена предоставляется по запросу. В прошлом году американская фирма Bremac выдала серьезно курьезную новость, вознамерившись вывести внедорожники УАЗ на рынок Соединенных Штатов. Причем сертифицировать и продавать машины американцы планировали своими силами. УАЗ Патриот хотели предлагать под именем Bremac Taos, а родственный ему пикап, как Bremac Brio. Что логично. Англоязычный бренд Patriot закреплен за маркой JIT. Каким образом фермачи надеялись довести древний заволжский атмосферник до строгих штатовских эко-норм, оставалось загадкой. Еще более удивительной была заявленная гарантия. 5 лет или 60 тысяч миль, а на трансмиссию 10 лет или 120 тысяч миль. Между тем, под эту идею Bremac якобы собрал множество предзаказов, которые будут расторгнуты. По очевидным причинам компания решила отказаться от сотрудничества с российским автозаводом. В 2013 году студенты и преподаватели МГТУ имени Баумана начали разработку Родстера Крым. Предполагалось, что это будет недорогая открытая машина спортивного толка, построенная на агрегатах ВАЗовской Гранты. С того момента свет успели увидеть два ходовых прототипа, значительно отличающиеся друг от друга. А в последние два года команда разработчиков трудится над третьим прототипом молодежного спорткара. Рассказывая о ходе работ газете РУ, руководитель проекта Дмитрий Онищенко позволил себе несколько откровений. По его словам, уже этой осенью коллектив проекта выпустит первую опытно-промышленную партию Родстеров. Для сертификации малой серии нужны три автомобиля. И в случае успеха Баумансы готовы выпускать до 200 экземпляров ежегодно. Правда, оптимистичные отчеты крымчан вызывают недоумение. Как минимум потому, что АвтоВАЗ не давал своего согласия на прямую отгрузку узлов и агрегатов. Без таких договоренностей закупать компоненты придется на общих основаниях. И тогда стоимость готового автомобиля окажется неподъемно высокой. Также непонятна стратегия продвижения, продаж и гарантии. Совершенно не факт, что этим захочет заниматься Марка Лада и ее дилеры. И еще об одном студенческом проекте. Ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей помогут автозаводу Урал создать идеальный грузовик для северных территорий. Более того, первый прототип такой машины сейчас проходит испытание холода. В основе этого автомобиля лежит шасси классического трехосного Урала 4320 6х6, оборудованного турбодизеля ЯМЗ 536 мощностью 240 сил. А вот модульной каркасно-панельной кабиной поделилось армейское семейство Мотовоз М. А напоследок поговорим о шинном рынке, который тоже пытается адаптироваться к новым реалиям. Немецкая компания Continental, что известно своими шинами и автокомпонентами, временно останавливает бизнес на территории России. Это решение касается не только российского завода, но также импортных и экспортных поставок. Все они заморожены, а текущий спрос со стороны россиян будет удовлетворяться до дальнейшего уведомления из существующих запасов. Добавим, что Continental выпускает шины, приводные ремни и всевозможные патрубки. Кроме того, в татарстанском Чистополе до недавнего времени работало совместное предприятие, собиравшее тахографы. В свою очередь в Ульяновске остановится шинный комбинат Bridgestone. Официальная причина — нарушение логистических цепочек и волатильность рубля. Конвейеры японских шинников будут простаивать вплоть до дальнейшего уведомления. При этом завозить покрышки из Японии и других стран Bridgestone не планирует. А значит, пусть и не сразу, но складские запасы будут истощаться. Мишлен сообщил о приостановке экспорта в Россию и локального производства шин на заводе в подмосковном Давыдове, где задействовано 750 человек. Мишлен подчеркивает, что решение принято из-за трудностей с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушения финансовых потоков и волатильности обменного курса. Штаты зарплата сотрудников сохранены в полном объеме. Зато в Ленинградской области на всю катушку работает завод Nokian Tires, ведь больше половины его продукции отправлялись на экспорт за границу. А вообще, один российский завод обеспечивает целых 82% всего производства компании Nokian. Помимо конвейера в России, у фирмы есть предприятия в Финляндии и США, и в планах на 2022 год официально заявлено дальнейшее укрепление позиций на российском рынке. Компания Pirelli, которая оперирует в России двумя заводами в Кирове и Воронеже, выпустила многозначительное заявление, что остановит инвестиции, кроме связанных с обеспечением безопасности, и последовательно ограничит деятельность заводов, хотя платить зарплату сотрудникам не перестанут. Так или иначе, российскому рынку шин явно грозит передел. Всем компаниям придется решать производственные проблемы, ведь в самой России выпускается металлический корт, искусственный каучук, сажа и другие составляющие. А вот натуральный каучук по понятным причинам приходится импортировать. Его производят в Бразилии, Таиланде, Китае, Лаосе, Камбодже и Мьянме. Также из-за границы приходят продукты высокой химии, то есть сложные добавки, улучшающие характеристики покрышек. Без них трудно сделать современные шины, которые бы хорошо тормозили и мало изнашивались. Существуют и транспортные риски. Уже сейчас крупные морские перевозчики отказываются брать грузы, конечным получателем которых значится российское юрлицо. При этом заменить контейнеровоз, что разом доставляет по морю до 10 тысяч контейнеров, можно только с сотней поездов. В любом случае, даже когда производители и импортеры решат вопросы логистики, шины подорожают. Во-первых, из-за новых схем доставки, во-вторых, из-за падения курса рубля.